Друзья мои, саламу алейкум, рахматуллах, передача «Право выбора». Сегодня будем говорить о фейках, слово которое до недавних пор мы не знали и сейчас довольно активно используется, но как явление оно не новое, потому что в принципе фейк это ложная информация, созданная для манипуляции. Поговорим о том, зачем, для кого создаются фейковые новости и как в принципе предохраниться. Тема информационной гигиены, она все острее, скажем так, стоит в последние годы. Давайте поприветствуем наших экспертов, представим их. Итак, первый, Зубайруй Исаевич Зубайруев, медиаэксперт, который, наверное, все знают в республике, ныне советник гендиректора ОАО «Электросвязь». Амира Мухтар, руководитель координационно-информационно-культурного центра. Выговорили. Да, выговорил. Ну и Исрафилов Исрафил, сейчас есть такое новое слово, его тоже выговорить надо, инфлюенсер, основатель трех топовых телеграм-каналов. Слушайте, друзья мои, поприветствуем. Друзья мои, скажите, пожалуйста, поднимите руку, кто может сказать, что часто встречается с фейковыми новостями. Не новостями, с фейковой информацией, то есть ложной информацией. Поднимите руку. Довольно часто она встречается. Можно второй вопрос? Скажите, пожалуйста, поднимите руку тех, кто стопроцентно доверяет информации в интернете. Практически стопроцентно. Телевидение. Давайте вы уже комментируйте. Во-первых, понятно, что так или иначе вот эта ложная информация, дезинформация, она так или иначе всегда применялась, была, есть и будет. Но сейчас она вот прям обороты набирает. И я даже статистику, если смотреть, предыдущий год, предыдущий год, друзья мои, увеличение в 10 раз в интернете количество фейков. Первое полугодие 2021 года увеличилось на 50 процентов дополнительно. Но это что происходит? Что она такая популярная? Ну, фейки рождаются по нескольким причинам. Первое – это заказ. Кому-то надо, кому-то очень нужно оболгать или поставить людей неправильно, дезинформировать их. Есть другие источники. Это просто лень журналиста, который не уточняет данные. Есть непрофессионализм, есть разные причины, собственно говоря, существует природа появления фейков. Но да, в последний момент их стало много. Кстати, одна из причин – это с помощью фейков работать себе аудиторию. Потому что чем страшнее ложь, тем более она популярна. Это тоже одна из технологий накрутки посещаемости своего ресурса, привлечения внимания. То есть много причин, по которым информация, не соответствующая действительность, я в свое время называл ее неуд. Если взять авиатуру, не соответствует действительность, называется неуд журналисту, который, в общем-то, размещает фейки. Последнее время фейки увеличились, потому что плохо контролируется интернет. То есть мы не можем не допустить людей в эту систему, там свободное общение, оно не регулируется. То есть кому можно, кому нельзя, люди решают сами. Информация перестала идти сверху вниз, она идет по горизонтали. Она идет от человека к человеку, от гаджета к гаджету, поэтому трудно контролировать. И огромное количество людей, которые считают нужным поработать в интернете, какие причины их побуждают распространять фейки, придумывать, верить в их, мало кто поймет. Эта зона трудно регулируемая. Поэтому их стало гораздо больше, а причины, ну я не знаю. Для кого-то это развлечение, для кого-то это заработок, для кого-то это профессиональная работа, создавать фейки. Мисс Рафил, заработок. Какой? Просто благодаря подписчикам зарабатываете? Вы прямо, вы как человек, который и с блогерами тесно общается, и который стоит за такими популярными телеграм-каналами. То есть вы реально на этом много зарабатываете? Зависит от количества подписчиков, от количества реальных подписчиков. От той информации, которую подают, насколько она эксклюзивная, к вам тянется подписчик. А каждый подписчик стоит денег. К вам идет рекламодатель. Слушайте, каждый подписчик стоит денег. У меня больше ста тысяч подписчиков. Ну, я не могу. У нас много людей, у которых масса подписчиков, но я не думаю, что они прямо зарабатывают. Ну, я скажу, что они хорошо зарабатывают. Зарабатывают больше, чем бюджетники. Поэтому считаю, что вот здесь ошибаюсь. Значит, вы неправильно выбрали стратегию развития своих информационных ресурсов. Потому что люди продают. Продают рекламу и в Телеграме, и в Инстаграме. Есть по паблике, где можно купить рекламу за 20, 30, 40 тысяч рублей. Уже за тысячу рублей в хорошем информационном ресурсе, развлекательном ресурсе именно в социальных сетях невозможно. Поэтому буквально пару дней назад мы стали свидетелями как раз-таки реальной ситуации, когда извратили эту ситуацию, когда парень бросился под вагон, спасая другого. Сказали, что вот наши дагестанцы там поехали, спасают москвичей. И начали обливать там грязью жители Москвы, что они нас не любят. Но при этом через пару дней выяснилось, что они являются родными братьям. То есть уже на ровном месте возникли фейковые новости. Потом выяснилось, а уже никому не докажешь. Как говорится... То первый, тот и прав. Да. Слушайте, есть вообще... Вообще на кого рассчитаны, Амир, на ваш взгляд, на кого рассчитаны бывают вот подобные родные новости? Они чуть более образованные люди, менее образованные. Вообще это сказывается на том, кто как потребляет эту информацию? Вот это образование сказывается? Нет. То есть абсолютно человек с высшим образованием, академическим образованием или возрастные категории? Смотрите, если рассматривать фейк, мы почему-то всегда рассматриваем фейк только на бытовом уровне. Когда кто-то кого-то там что-то там оболгал, что-то написал, чтобы к нему пришли какие-то подписчики, он зарабатывал 20 тысяч месяцев. Давайте посмотрим на фейк с точки зрения науки. То есть у нас, если в рамках информационных компаний, какого-то продвижения того или иного продукта, у нас есть четыре роли. То есть есть заказчик, заказчик, может быть, то или иное государство, есть исполнитель, это может быть средство массовой информации, тетушка по темат, который там около подъезда распространяет какой-то слух. Это партнеры, которые берут в том числе иногда и бесплатно распространяют эту фейковую новость и те, на кого она рассчитана. Вот в связи с тем, что вот эта целевая аудитория, она же ведь разная, поэтому фейки бывают тоже разные, на разный возраст, на разную целевую аудиторию. И такие вот, ну, не думайте, что это просто там кто-то сидит там от лени или от каких-то там, опять же, этих условных 20 тысяч рублей, когда мы все видели ситуацию с ковидом и по сей день наблюдаем. Это же не просто какая-то, ну, условно, бабушка сидит и говорит, девочки, я вот услышала вот эта интонация. То есть это, опять же, увеличение нагрузки на здравоохранение государств, на территории которой распространенные фейки. Поэтому смотрите на все шире и не думайте, что образование конкретно вас, образование, да, оно сможет вам помочь распознать фейк, не фейк, просто по виду. Нужно до распространения перечитать. Не на бытовом уровне, не на бытовом уровне, мы уже и на политическом уровне смотрят, столкнулись с этими решениями. Просто мы начали, перенесли этот более глобальный на вот таких, на местных блогеров, там, на еще кого-то, то есть, ну, я просил. Так они сегодня, как это, вот это слово, которое вы говорите, инфлюенсеры, да, они эти, как его, лидеры мнения. Люди, да, лидеры мнения, от которых кто-то что-то там действие делает дальше. Самое удобное, вот есть, Исрафил, какая аудитория быстрее всего проглатывает вот информацию, прямо вот сразу, практически влет? Нет определенной категории читателей. Приведу пример, сатирический журнал «Панорама», куда подписаны сотни тысяч подписчиков. Недавно они дали информацию о том, что сын родителей сдал своих, свою маму и папу властям в Москве, за что ему сколько денег? 13 айфон вручили, так? Да, 13 айфон, но при этом на эту новость ссылались ряд федеральных спортов. На эту удочку попался и я, на эту удочку попались и многие других авторитетных информационных ресурсов. Так, и? Ну вот, говоря об образовании, мы проверяем информацию, но, кстати, на эти шуточки сатирического журнала «Панорама» попадались и попадаются по сей день очень много авторитетных изданий. Слушайте, вот мы говорим, один раз, а дважды. Амир, дорогой мой, вот вы начали говорить по ковиду, на самом деле, такого количества вообще проверено, непроверено, люди вообще запутались, они не знают, кому верить в этом смысле. Здесь есть реальный дефицит вообще людей, экспертов. Есть простая истина. Вот простая, да, вот ей больше нескольких тысяч лет, кто-то утверждает, что эта истина была написана на таких дощечках еще в Вавилоне. Скрижали. Да. То есть нужно обращаться за советом только к человеку, который эксперт, либо специалист в этой отрасли. Когда человек... Это мы уже отдельным блоком поговорим. Вы мне скажите, почему, ну вот я не знаю, что происходит с головами вот этих людей, которые верят, ну я не знаю, инстаблогерам. Вы можете в ту сторону тоже не смотреть, но нас тоже. Можете, потому что эту информацию мы все поддержим. Ну почему они... Давайте по-простому. Давайте по-простому. Вот посчитайте, сколько рекламных сообщений в данный момент мы видим сидят здесь. Я насчитал больше 20. Это то, что вот по символике я вижу, что это студенты РПА, ННТ, Дом знаний, много-много-много всего вокруг нас. Там модели этих камер, колонок. То есть я сидел и считал. Теперь задайте с вопросом, сколько рекламных сообщений за всю свою жизнь 100 лет тому назад ваши предки видели? То есть они видели столько за всю свою жизнь, сколько сейчас вы видите в течение одного дня либо недели. Теперь задайте с вопросом, от этого шквала, который вам идет бесконечный, вот это как? Понимаете, мы новые болезни начали понимать, да, вот это тоже самое цифроаутизм. Когда людям легче находиться в одной аудитории, и люди не обращаются к своим близким, они не выходят из комнаты, они просто пишут по WhatsApp, включи чайник или сделай что-то. То есть люди перестали общаться. И, конечно, в этом цифровом забеге, вне зависимости от образованного или не образованного, он попадает на эту уловку. Что? Речь не оба. Потому что, знаете как, у нас вот еще такой синдром есть такой, знаете, вот мы все боимся. Вот есть синдром, ну, кто-то его называет синдром 90-х, когда человек, ну, родился в одной, да, системе, попал в другую систему, где не успел самореализоваться и остался за бортом. И вот мы это поколение увидели, это поколение своих старшее поколение, что они что-то там не успели, что-то опоздали, у них там завода, фабрик сейчас нет, потому что они вовремя не успели сколотить какую-то там, ну, бригаду у себя там и приватизировать это все, да. То есть у нас такой синдром в целом не только у нас с вами, в нашей стране. Поэтому мы боимся не успеть отреагировать и переслать. Мир, у меня вопрос, почему популярны эти бродицы, Зубай Руисович? Ну, давайте так, я... Почему этим псевдоэкспертам верят? И верят, вот, вообще не задумывается никакого... Соглашусь с вами, но все-таки была такая мысль сказать, ну, к большому сожалению, пусть молодежь не обижается, но фейки направлены в первую очередь на них, потому что, ну, по сути, собственно говоря, люди, которые прожили лет 50 и лет 20, знают разные вещи. Это не в обиду будет сказано, это поколенческая проблема. Но это я сейчас ловлю себя на мысль, что и люди, которые 50 лет прожили, и по 3-4 вуза закончили, и руководили отраслями, они тоже подвержены. Ну, наверное, в меньшей степени только потому, что их опыт, они все видели, знают, и человеку, который всю жизнь отдал медицине, фейк как-то, ну, он легче его разобьет, расшифрует, пятое-десятое. А с другой стороны, мне кажется, все-таки, вот вопрос информационной безопасности о том, что мы погружаемся все больше и больше в эту кашу, он не настолько безобиден, как кажется. Мне кажется, это должно быть государственной политикой, потому что пандемия и многие другие вещи доказали, что это не так безобидно. Я не говорю уже про то, что мы пережили, и что с помощью фейков, информационной пропаганды обрабатывалась молодежь, и мы дошли до того, что здесь ребята убивали друг друга. Это тоже часть информационной безопасности. И когда мы будем говорить об этом, и когда мы, в конце концов, займемся, поставим ее как государственную политику, и очень важную, я в первую очередь, пусть не обижаются на меня молодые, но надо молодых оградить от фейковой информации. Они не виноваты, что у них нет такого опыта жизни, такого жизненного опыта, чтобы различать. Город Исаевич, статистика говорит о том, что старшее поколение как раз гораздо, скажем так, более лояльно относится к информации. Допустим, то, что касается телевидения, они верят этим ведущим. Они не верят. Они не верят. А блогерам они верят. Блогерам верят. Я говорю, что происходит? Исрафил. Вы сказали, почему верят блогерам? А кому верить? Возьмем начало пандемии, да? На федеральных каналах, как раз, как Мухтар сказал, инфлюенсери, говорили нам о том, что ковида нет. Малышева, Рошаль. Нет, ковида нет не ковида. Нет, что они для рачья не опаздывали. Они смягчали. Они призывали... Ребят, люди, которые работают с информацией, вы же понимаете, что есть панические настроения. Это вообще катастрофа для государства. Другой вопрос. Есть момент, ну, вот этого... Ну, надо признать, что население не доверяет государственным СМИ, не доверяет властям, и поэтому они ищут атринотруль в лице блогеров. Поэтому они им доверяют. А блогеры всегда берутся за хайповые темы. Слушай, как может вот этот блогер, который вот это делает, говорить потом на уровне ДНК о вирусах? Ну, слушай, ну это у нас политологи, вирусологи. Нет, это тезис неотразимый. Я его попробовал, и Срафил абсолютно прав. Когда вот ты говоришь с человеком, который сам распространяет эту информацию и верит в это, когда потихонечку разбиваешь себе аргументы, последний аргумент знаете какой? Я говорю, да потому что люди вам не верят, власти не верят, поэтому они верят во все, что угодно. Я говорю, послушайте, если вы не верите властям, пойдите, прыгните с пропасти на зло, вот на зло властям. Ну, это же, я еще раз говорю, очень важно, чтобы любой человек имел понимание, как различить, где правда, где ложь. Есть технические, технологические моменты, когда, собственно говоря, любой парень может правила, трех источников, банальные вещи, проверяйте информацию, потратьте время, чтобы не быть оболганным, особенно в тех местах, когда от вас зависит это финансы, семья и так далее. Очень много технологий, это технологический аспект. Потом есть другой момент, когда, ну, собственно говоря, не зря же есть ответственные СМИ, официально зарегистрированные СМИ, которые отвечают за слова, доверяете вы им или нет, но они юридические лица, которые можно за ложь привлечь. Как можно сравнивать качество информации, которую выдают они, и качественную информацию, которую выдаёт блогер под ником Колобок. Вот непонятно кто, непонятно почему, непонятно зачем, и непонятно вообще, для чего он это делает. Друзья мои, давайте подробнее об этом поговорим во втором блоке нашего сегодняшнего эфира, передачи «Право выбора». Как предохраниться, сохраниться от ложной информации, то есть от фейка. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы скоро вернёмся. Друзья мои, ток-шоу «Право выбора» мы продолжаем говорить о фейках. Итак, второй блок. Ну, естественно, о том, кто должен нести ответственность, какую ответственность должен нести, и как всё-таки различить фейковую новость от достоверной информации. Слушайте, друзья мои, давайте, вот я хочу сначала с вами, молодёжь. Давайте так, вы больше доверяете информациям в интернете или на телевидении? Те, кто интернет, поднимите руку. Некорректный вопрос. Телевидение. Телевидение. Поднимите руку тех, кто сталкивался с ложной информацией, вот реально, вот он обманулся. А, так, вот как-то так, да? Что-то у вас какая-то выборка неправильная. Ну-ка, давайте вы меня подкорректируете. Можно поправить некорректный вопрос. В интернете вы можете найти информацию из официальных источников и неофициальных. И в жизни тоже вы можете в телевидении найти, ну, по крайней мере, в Ютубе, официальные источники, имеющие юридическое лицо, какую-то ответственность перед законом, и какой-то непонятный, извините, левый Ютуб-канал, который несет такая листья. Здесь юристы сидят, я... Вот если мы разделимся, вы больше верите официальным источникам информации или неофициальным? Не важно где, это телевидение, это листовка, газеты. Кто обращает внимание на то, чтобы это официальный источник информации был? Поднимите руку. А ну-ка, вот это интересно. Так, а неофициальный источник информации? Ой, боюсь, они сейчас уже говорят, как это... Чтобы им потом пистонов не понаоставляли, вы же студенты правовой академии. Ребят, слушай, у тебя вопрос. Вопрос даже, у кого есть инстаграм? Ну, у всех, по-моему, да, он есть? Ну, естественно. Даже у меня. Вот теперь вопрос, вот когда вы отправляете маркированный, то есть есть сейчас пост-ковидную эпоху, у нас некоторые публикации самой площадкой маркируются. То есть при отправке их своим друзьям либо выставлении в сториз, он вам дает возможность одуматься и понять. Вот вы правдивую информацию по ковиду распространить или нет? Вот у меня такой вопрос. Сколько раз за все это время, уже получается больше двух лет до этого, в этой эпохе мы живем, вы остановились и не переслали публикацию? 0,000 раз. Понимаете? Это я про то, что вот про ковид и после этого любая другая ситуация будет. Пока мы вот этой погоне успеть первым разместить, первым переслать, быть уникальным и все остальное, мы будем вот в этой ситуации находиться. А вы против того, чтобы уникали? Они не зарабатывают по-другому, вот же человек. Нет, смотрите, Дубай Русайевич здесь говорил о том, что вот этот... Спросить у троих, то есть нашел информацию и обратиться к официальным источникам. Вот кто из нас так занимается этим? Да никто. Вот когда мне перестали присылать, ну, Дубай... Трофил занимается. Он уже и обжечься, наверное, он студент, да. Отделение журналистики, его там этому учили. Вот когда мне перестали присылать какие-то публикации, когда там вот туда-то отправь там что-то, сделай там что-то, потому что я человеку, который мне это присылает, я писать начинал. То есть, друг, ты сам проверял по этому номеру телефона? Ты звонил, а этот номер телефона по единому реестру телефонов, которые распространяют фейк или что-то ты проверял? Нет. А ты сам что сделал? Распространил. А это нормально. А если что-то будет, и человек, ну, нет-нет-нет-нет-нет, и мне перестали, у меня как бы, ну, круг общения может быть не такой большой, как у вас, но мне такие публикации уже не присылают, потому что в сети есть очень много инструментов. Когда бывает некий номер, там, позвоните маме там больного ребенка, там, чтобы убедиться там что-то, я просто этот номер телефона беру и вставляю его в поисковик. И порой выходит, что этот номер сделан вот это-то-то. Или, к примеру, давайте по-другому. Человек такой, знаете, вот вам инструменты дайте. Или по-другому. Вот у вас есть, ну, в среднем есть четыре инструмента в телефоне, да, у всех, то есть это Яндекс Алиса, там, и многие-многие другие, которые там можно подключить, и при том, когда вам будет незнакомый номер звонить, будет небольшой комментарий. То есть это мошенник, там, или еще что-то, это там, какая-то компания. То есть вы этим пользуете инструментом? Видите, один человек, два человека в зале. И вот-вот. То есть я и так к тому, что у нас море инструментов, мы ими не просто не хотим пользоваться. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь когда-нибудь, вот у вас есть такая практика, вы перепроверяли информацию, когда вам что-то отправляли? Поднимите руку, кто перепроверяет информацию. Вот как они проверяют? Ну, слушайте, молодцы. А вы как, как? Может, поделитесь с нами тоже. Поделитесь, пожалуйста, как вы перепроверяете информацию? ...правовой академии, и вы задали вопрос о том, как я проверяю информацию. Все? И информацию я проверяю так, то, что, например, как вы уже ранее сказали, я захожу в интернет, там вбиваю, например, номер определенный, или же устанавливаю какие-то программы специальные, которые это вместо меня делают. И таким образом информация, конечно же, до меня доходит достоверно, или же в каких-то определенных источниках тоже нахожу информацию, и все. То есть вам недостаточно того, что вам знакомый отправил, или какая-то группа таких своих друзей, они отправили эту информацию, и вам этого недостаточно. Я правильно понимаю? Ну, смотря какая определенная информация. Ну, смотря какая информация. Пожалуйста. И здесь вы сказали про гигиену. То есть есть некая такая цифровая гигиена. У нас есть гигиена в целом, да, мы знаем, что зубы мыть надо. Все же знают, да? А сколько по времени вы моете зубы? Только честно. Там 17 секунд, там... 17 секунд? 15 секунд, минуту. Ну, вот кто вот... Вот есть кто-нибудь такой рекордсмен? Больше это времени кто моет? Больше скольки? Ну, допустим, 15 секунд. Смотрю, сколько зубов. Сделал и смыл, ушел. Смотрю, сколько зубов. А? Да. Зубы руются, я вас умоляю. То есть... Ну как, меньше 2-3 минут моют зубы, что ли? Посчитайте по времени. Это я к тому, что к вопросу гигиены. Все мы знаем, что нужно мыть зубы. Все мы знаем, что нужно следить за тем, что вы читаете и распространяете в интернете. Но почему-то к конкретному какому-то ситуации, когда вы подходите, у вас все по-другому. Это как бы уже вопрос к нам самим. То есть не обязательно... Ну, мы многие вещи знаем на ток-шоу, когда придем, там, право выбора. Мы скажем из зала, что мы это делаем, и все это будет хорошо, но по факту. А по факту как? То есть, ну, здесь вот эта грань. Понятно, друзья? Мы можем знать и делать. Знать и использовать. Это как бы чуть другое. Поэтому совет не только знать, но и использовать это в своей практике. Вот мне же не присылают. Вам продолжают присылать какие-то публикации? Типа там разошли, там еще что-то делай. Ну, только покачало головой, только несколько человек в зале. Остальным присылают. А как это, если они используют, им продолжают присылать? Настойчивые, понимаешь, друзья. Я хочу сказать, что на самом деле вот это слово настойчивое, это все будет усиливаться. Вы имеете в виду, что вы есть объект обработки. Все мы объекты обработки. Но еще раз говорю, пусть не обижаются на меня молодые, но молодые в первую очередь. Ну, по объективным причинам. Здесь есть простые вещи. Вы юристы, вообще-то на самом деле противодействие лживой информации фейкам есть несколько алгоритмов. В том числе и правовой алгоритм. Если это официальное издание, то любой человек не обязательно ждать заинтересованную сторону. Кстати, вы, студенты, имеете право подать в суд на соответствие информации официальным СМИ. Если это делается в одной из социальных сетей, там тоже очень много технологий, где можно привлечь эту группу за распространение. Если вы думаете, что это за вас, без вас, и вместо вас кто-то будет делать, нет. Это работа каждого человека. С другой стороны, если вы видите информацию очень такую, как сказать, резонансную, но с претензиями на официальную, просто вбейте ее в Яндекс. Объясню почему. Яндекс – это поисковик, который, собственно, собирает огромное количество ресурсов, пытающихся какие-то новости писать. И если она соответствует действительности, вы тут же получите огромное количество официальных изданий, которые эту новость так или иначе продвигают. Понятно, что ее можно интерпретировать. Вам дадут перечень основных информагентств, газет, и вы тогда поймете, что да, это информация соответствует действительности при разном ее толковании. Что касается социальных сетей, я бы не сказал, что я понимаю, какой есть еще один алгоритм. Я знаю несколько алгоритмов противодействия фейк-ньюсу. Первый – правовой. Вы понимаете, что это такое. Есть закон о СМИ, что нельзя печатать информацию, не соответствующую действительности. Это первое. Второе – там есть ложь, клевета, оскорбления, разжигание ненависти, призывы к свержению государства. Огромное количество законодательных актов, которые вы лично можете как эксперимент провести и попадать. Кстати, это вот к следующей теме – межнациональные отношения. Второе. Есть общественный алгоритм общественного неприятия фальши. То есть источник, который время от времени пользуется фейками, пытается нас спить истинного пути, общественность должна ему вынести своеобразный приговор. Сказать, ребят, ну вот не первый раз. Да, совершенно верно, банк. Есть третий вариант. Есть третий вариант информационной технологии, информационные алгоритмы противодействия. Здесь речь идет о слаженной работе пресс-служб всех министерств и ведомств, пресс-служб муниципалитетов, пресс-служб общественных организаций, которые говорят, ребята, не верьте, это не так, не так, не так. Мы не знаем, по ошибке это или специально, но эта информация не соответствует действительности, она вредная. Когда все эти алгоритмы будут работать, ну, по крайней мере, те, кто хотят узнать, правда или нет, это могут узнать. Пока они не работают, обвинять кого-то в том, что его… Вам не кажется, что наши пресс-службы порой недорабатывают, пытаясь засунуть голову в песок, как… Знаю, не понаслышке. …оставляя все оставшееся наружу, понимаете? Но реально, они реально недорабатывают. Есть такой идеал, к сожалению. К сожалению, да. В общем, я, знаете, если можно, я не буду адвокатировать, как бы, всех, ну, такую статистику проведу. 80% населения нашей страны знает, что такое коронавирусная эффекция, новая коронавирусная эффекция, все знают. 80% железобетонных знают, что есть ковид. 80% жителей нашей страны знают, что от ковида умирает. Знают, что ковид, он вирус, который может заразить один человек другого человека. Такое же количество людей знают в нашей стране, что есть вакцина, которая противодействует вот этой заразе. Это единственный в данный момент инструмент, который позволяет не умереть. Вот можно заболеть после вакцинации, но не умерешь. То есть, там, наверное, статистика ты скажешь по первой городской. То есть, вот пример такой. А теперь вопрос, это разве не вот эти, которые вы ругаете сейчас? Пресс-службы об этом писали, пресс-службы об этом рассказывали, но население... Ну так, пресс-службу я устал приглашать в первый период первой волны, я устал приглашать пресс-службу для того, чтобы сказать несколько слов людям, как им себя вести, какова ситуация. Не для того, чтобы в угол загнать. Это вот... Я устал их приглашать. Нет, если бы они бездельничали бы, люди бы не знали бы о том, что есть коронавирус. Единственная пресс-служба, которая работает, вот это была пресс-служба первой городской, но реально, единственная, которая давала хоть какую-то информацию. Единственное, до чего договорились уже позже, обвинили людей, на первом канале обвинили людей в том, что они болеют. Вы что, ребят, не надо недооценивать вообще людей на улице. Наши журналисты сказали о том, оказывается, самолечением занимались. Они не знали, что делать. А что им было делать тогда? Это уже, знаешь, из наболевшего. Передергиваем. Сейчас чуть передергивать. Это не журналисты говорили о том, что люди там чем-то другим занимаются. Слушайте, ребят, я вам могу показать сюжет Первого канала, в котором дагестанцев обвинили в том, что они самолечением занимались и не приходили в больницы. Ребят, надо отдать должное, что делается очень много. Но когда подобного рода вещи проходят, оболгали просто людей. Но нельзя так. Вот тогда начинает доверие терять аудитория. Вот тогда она начинает доверие терять. Мы здесь в Дагестане все знаем, какова была ситуация на тот момент. Я за то, чтобы люди вакцинировались. Я за то, я сам вакцинировался. Я за то, чтобы работали с аудиторией. А 80% из этих людей, которые знают, что есть такой вирус, они вакцинировались? А это уже вопрос, понимаете, это же вопрос к власть имущим. Да зачем к власть имущим? Зачем мы опять перекидываем? Ребят, ну надо отдать должное. Так получается, мы же про фейки говорим. Я вам так скажу. Тогда не надо недооценивать людей на улицах. Когда представитель Роспотребнадзора через частные клиники покупает себе медотводы, эта информация распространяется. Ну слушайте, ребят, она распространяется. Каким бы там ни был глава и так далее, который сделал себе эту вакцину, эта информация распространяется. Проверяющий орган. Я сейчас не про данные. Мы про фейк или про конкретного человека из Роспотребнадзора? Про институт доверия. Мы о институте доверия сейчас. На этой почве, вот там она прорастает, эти фейки потом. Понимаете? Вот этот дефицит доверия, он дает плодородную почву для фейков. В том числе. В том числе. В том числе. Теперь вопрос. Вот я пошел в поликлинику сделать вакцину. Да. Медработник поликлиники меня отговаривает. Меня не отговаривали, я пришел к тем, кому верил. Я пришел в первую городскую. Вопрос ко мне. Да. Я же сделал вакцину? Да. Наверное, я не знаю. Я, да. Я не собираюсь проверять, зачем. Ну, я сделал. Замечательно, очень хорошо. Теперь вопрос, Мамрасул. Вот мы, я же к чему говорю? Вот мы получаем информацию, вот мы конечный пункт. Вот мы получили информацию. Если мы не идем и не делаем, или не следуем тому, что мы получили какую-то информацию. Вот здесь кто виноват? Опять СМИ виновата? Ой, да мы все, наверное, попозже. Это уже философский такой вопрос. Нет, это не философский. Мы просто начали за СМИ здесь. Вы сказали, что СМИ не дорабатывает. Я вот попытался вот такими вопросами просто... СМИ не дорабатывал. Нет, был этап, когда СМИ не дорабатывал. Я все не дорабатываю. Это, это, вот когда мы говорим о доверии, это вот, понимаете, оболгать людей, это тоже фейк. Это манипуляция. Фейка хорошего не бывает. Так нельзя. Фейка хорошего не бывает. Так нельзя. Если я не прав, скажите, что я не прав. Исрафил, прокомментируйте как-нибудь. Слушайте, у нас и время стремительно подходит к концу. Я не могу рекомендовать, как проверять эту информацию. Ну как? Ну невозможно доверить. Я не доверяю ни одному источнику информации в СМИ. Потому что... Почему тогда мы вам должны доверять? Возьмем, например, когда была ситуация с беженцами в Афганистане. Телеканал Russia Today приросовал к СМИ, к их мешку, автоматы Калашникова и Базука, как это правильно называется. И потом в оригинале, видишь, ребята просто с вещами эвакуируются. А ему это с ними пририсовали там оружие. Ну как можно доверять официальному источнику информации? Ну я сейчас скажу, читать дагестанскую правду, там правдивая. Но неинтересно им это читать. Но им интересно посмотреть там, извините меня за выражение, инстасамку там послушать, там Джигана посмотреть, там или же Моргенштерна послушать. Они им верят там. Они верили рецептам, которые рекомендовал блогер Дибирь Борода в Инстаграме, как лечиться от коры. Им верили они. К сожалению, мы ежедневно сталкиваемся с этой информацией. Буквально даже когда я сюда ехал, вышел из работы. Ну вот как предохранить себя и своих близких, и какую ответственность в принципе должны нести те люди, которые эту информацию распространяли? Даже законодательном уровне наказать человека, который запустил фейковую новость сложно. Буквально недавно один из наших коллег подал в суд на человека, который распространил фейковую информацию. В суде он говорит, этот аккаунт не принадлежит мне. Все. Вы говорите, докажите, что это мне принадлежит. Таран-таран-тан. Все. Невозможно наказать фейковую информацию человеку. Я не знаю, это юристы должны разбираться. А как? Что? В итоге что делать? Вот какие маркеры вы расставите для того, чтобы человек понимал, как работать с той или иной информацией? Ну, надо искать рейтинги. Потому что было в принципе уже сказано. Искать рейтинги разных медиаресурсов, которые индекс цитированы высокие, значит им надо доверять. Значит их репостят, их информацию делаете, значит их информацию можно доверять. Всегда надо проверять, наверное, индекс цитирование СМИ и той или иной информационной сервисы. Наверное, у того и количество правдивых новостей больше. Ну, мне так кажется. Муфтар, манараму, думаю, индекс цитирование. Муфтар и Зубай Русадьевич. Итак. Все это же, приглашаю всех на площадке зарегистрированных средств массовой информации, у которых есть в Роскомнадзоре идентификационный номер. Лицензия. Это СМИ, и после которой они что-либо, если сделать, за это они будут отвечать. И второе, если вы в социальных медиа больше времени находитесь, ориентироваться на специалистов, либо на людей, у которых имеют верифицированную такую галочку, да, верификации. Почему? Потому что, когда они будут неправы, они об этом официально должны будут сообщить. Другое дело, что мало кто это увидит, но сам факт, что это единственный инструмент сейчас. Как Исрафил здесь сказал, в суде многие дела так сыпятся, потому что человек говорит, это не мой аккаунт, я с ним ничего не писал. Люди излагали какие-то мысли, выкладывали мои фотографии семейные, в сторис из моего дома что-то выкладывали, но это не я. Потому что у них нет никакой верификации, они своих паспортных данных в социальной площадке не предоставляли, когда говорили, что это я, это моя площадка. И вот за Вавилон я здесь говорил, ну проще говоря, друзья, если мы обращаемся за советом к человеку, он должен быть хотя бы специалистом. Когда мне говорят, вот моя жена мне сказала, и начинает какую-то такую долгую речь, я останавливаю, а она кто? Они на меня смотрят, ну это моя жена, она мне сказала вот так, я говорю, она кто? Она говорит, заведующая больницей. Я говорю, она кто, вирусолог? Нет, ну она же заведующая. Я говорю, она вирусолог. Когда человек долго продолжает, я спрашиваю, а вы зубы к акушеру-гинекологу уходите лечить? Он говорит, нет, зачем я должен, я к стоматологу. Вот это простая истина. То есть нужно идти к специалистам и к людям, которые за это ответят, когда это будет, если это будет неправда. Другое дело, да, у нас есть как, и Срафил здесь говорил о том, что иногда некоторые специалисты, тоже бывает там, что они, ну, по незнанию, могут что-то вам не то посоветовать. Но это хотя бы единственный инструментарий, что завтра человека найдете, сможете у него что-либо попросить, понимаете, каких-то объяснений. Мы же к стоматологам ходим, когда зубы болят. То есть и так к каждому специалисту. Уже другое дело, когда они хорошие или плохие. Ну, и здесь тоже. То есть если верифицированный аккаунт, доверяем. Если это зарегистрированные средства массовой информации, мы доверяем. Плюс выходные данные всегда надо читать. У Панорамы, они, ну, черным по белому написали, что это что? Юмористические издания. То есть они же там, та же самая, так правда же, она же не написала так. Так правда пишет, это официальный источник. То есть, ну, соответственно, вот так. Поэтому ННТ тоже официальный источник. У него есть лицензия. Если завтра что-то не то скажут или не то сделают, я смогу обратиться в суд. Понимаете? Если я, допустим, поспорил с моим Расулом, он что-то не то вырежет, не то поставит, у меня есть, допустим, аудиозапись, я смогу в суд подать. Это вот инструментарий единственный. Да, законодательство дырявое, оно нерабочее. Там множество таких, ну, я не знаю даже как это, дыр, да, или так это, туннелей, по которым можно там пойти и вправо, и влево. Да. Но это как бы нам с вами. Троп. Троп, да. Это нам с вами, в том числе, и с будущими вами юристами, бороться с тем, чтобы этого не было. Я не соглашусь с коллегами, не все так безнадежно, особенно вот юристам говорю, есть четкие правила, которые нам позволят избежать быть за, как сказать, неправильной информацией. Мы, во-первых, начнем с простого, от простого к сложному. Есть анонимные источники, и в Инстаграме, и в Телеграме, и везде. То есть, ну, можете уже не париться. Раз человек не называет свое имя, фамилию, не идентифицирует себя, верификацией, синей галочкой, то, собственно говоря, что вы хотите? Задумайтесь, для чего он делает именно так. Скорее всего, для того, чтобы вот так безнаказанно распространять всякую чушь, оскорблять, принимать заказы, пятая и десятая. Поэтому можете не париться. Это то же самое, что вы читаете надписи на заборе. Какую пользу они вам принесли, и зачем вы тратите время. Это первое. Отсекайте сразу. Ну, если вы хотите сплетни, там, так, пожалуйста, это ради бога, но не думайте, что это, в общем-то, есть информация, которую стоит воспринять всерьез. Что касается других источников информации, вот здесь момент такой большой. Да, человек открытым лицом утверждает спену у рта, но он мог ошибаться. Он на самом деле не эксперт. Он убежден в ряду сил обстоятельств. Вот здесь, вот здесь, честно говоря, я давно предпринимаю некие усилия и говорю, что Дагестан настолько в этой информационной опасности прозябает нам срочно нужно организовать экспертное сообщество. Есть такая фраза Конфуция. Знания без рассуждений не имеют смысла. Это означает о том, что люди знающие, не рассуждая, не говоря об этом, не доводя до этого, не имеют смысла, как люди знающие. Вот какой нам толк от того, что кто-то знал, а весь народ не знал, и столько смертей. В продолжении этой фразы вообще про Дагестан. Значит, знания без рассуждений не имеют смысла, а рассуждения без знаний опасны. Вот это вот те самые блогеры, которые, не имея никаких знаний, никакой специализации, никакого опыта работы, берут на себя смелость утверждать с пеной у рта, что вот они поговорили с чьей-то женой, которая где-то кого-то видела, и так далее и тому подобное. Это вторая зона размышлений вашего. Вот там смотрите и думайте, стоит ли вот так вот воспринимать эту информацию как руководство к действию. Третья зона, на мой взгляд, самая безопасная, и причем я не говорю, что ее нет в интернете, она в интернете хорошо представлена. Это официально зарегистрированные средства массовой информации, средства массовой коммуникации, которые несут хоть какую-то ответственность за то, что они говорят. И опять же, они тоже могут быть в заблуждении, они тоже могут интерпретировать информацию, поэтому высшая точка на самом деле, здесь часто это слово называлось, это эксперты, которые открытым лицом, которые ставят на кон свою квалификацию, свой жизненный опыт, свою докторскую степень, и они говорят, я утверждаю, что это так. И репутацию. И репутацию, как людей, которые востребованы как эксперты, в правительстве и так далее и тому подобное. Поэтому не так все безнадежно, хотя, честно говоря, я еще раз напоследок хочу сказать, я за то, чтобы информационной безопасностью занялись серьезно, потому что надо и наказывать, надо и применять законы, иначе нас ведут, сейчас пандемия, до этого был экстремизм, до этого были синий кит, суициды, что только не было, и мы не самый лучший регион в этом отношении, не самый цивилизованный, не самый информационно грамотный, поэтому нам надо работать все вместе, не полководая рук, там работы очень много. А если зрители не хотят доверять официальными источниками информации, можете подписываться на телеграм-канал «Что там мы дагестанцем», там всегда правдивая информация, и на мой персональный канал «Эстерафилсер». Ну, надо же пользоваться рекламной площадкой. Нет, официальным источникам информации надо доверять, а они пускай работают. Есть друг не доверяют. Нет, я имел в виду, он отвечает за эти каналы, ну, как бы, мы уже признаем как официальный. Лицо есть, есть кому предъявить. И тоже пользуясь случаем 888. Да, пользуясь случаем, обращаясь к вам, как к будущим юристам, чтобы вы более креативно отнеслись к тому, что происходит. И вот, допустим, вот условно есть, всем известно, что в тюремных заведениях у ФСИН России осуществляется вот такие, когда там делают некие такие кулцентры, когда звонят, там что-то там предлагают, продают, выясняют номера сбербанковских карточек, то есть мы же это знаем, правильно? То есть такой феномен сидельцев, которые представляются кем угодно, как бы, да, и выманивают, да, выпрашивают, а то и просто забирают эти деньги. Ну, на данный момент у нас законодательно нет запрета на то, чтобы мобильные операторы работали на территории, ну, как бы, территории действия УФСИНа. Представляете, если, к примеру, мы бы запретили Билайну, МТСу и Мегафону вообще работать, ну, чтобы их вышки обслуживали абонентские номера или вообще мобильные номера, которые находятся на территории УФСИНа. Как вы думаете, перестали бы они оттуда звонить? Конечно, потому что у них не было возможности это сделать. Но такого же закона в данный момент нет. Это Мухар говорит о модернизации законодательства. Это ваша работа. Это ваша работа. Время меняется, законы меняются. И таких вещей очень много. То есть, которые мы могли бы применить, вы могли бы, как юристы, начать применять именно на практике. Сейчас в рамках ваших студенческих научных обществ, практических каких-то, ну, семинаров, когда вы просто сидите, вот подумайте креативно, что сделать такого, чтобы через 10 лет я как помощник депутата, как депутат, начал бы отстаивать и лоббировать в этой стране. Законодательная инициатива ненаказуема. Она ненаказуема. Вам спасибо, друзья. Друзья мои, единственное, что мне остается добавить, во-первых, надеяться, как сказал Зубавир Исаевич, что не все так плохо. И призвать все-таки, присоединяясь к Мухтару, к тому, чтобы мы тратили на информационную гигиену времени чуть больше, чем на чистку зубов. Потому что, к великому сожалению, через фейки в целых государствах перевороты устраивали. А тенденция у нас в принципе все-таки в направлении того, что это все больше и больше будет оборотов набирать. Поэтому тема информационной гигиены будет довольно долго еще актуальна. Будьте аккуратны, оставайтесь с нами. Всего самого лучшего. Салам. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok